Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только хуже может быть Поэтому очень важно разобраться в сути проблемы А сути проблемы, она в истине, а истина-то ведь одна Некоторые рассуждают так, что истин много, правды много Каждый имеет свою правду Это не так Любая проблема имеет свою истину, одну истину Сегодняшняя истина состоит в том, что человечество дожило до периода, когда может развиваться только через интеллект, через умственное развитие Другого пути развития человечества нету Отсюда даже Вернадский и его коллеги сформулировали тезис о ноосферной цивилизации Дело в том, что действующая цивилизация извращенная Она неправильная, она даже если хотите античеловеческая Суть античеловечности состоит в том, что природа человека рассчитана на хозяина Человек хозяин себе, хозяин стране, хозяин земле Но дело повели таким образом, что основное богатство природы присвоило незначительную кучку людей Незначительное число государств Присвоили и думают, что они с этим богатством справятся Да нет, не могут они с этим справиться, с богатством Богатство, как правило, плохо используется Сила природы плохо используется Наиболее характерное для нашей страны, для России Которая свою природу не использует до сих пор Вся Сибирь практически не освоена Дальний Восток не освоен И людей-то у нас не хватает Правильно, потому что людей и не будет хватать Потому что наиболее зрелая, умная часть людей Эмигрируют Остальные не очень-то хотят размножаться Оставшиеся И вот получается, что Страна в цивилизационном отношении отсталая Между прочим, причина отсталости и в том Что все направлено или все, весь ум как бы сосредоточен в одном человеке В президенте Какой бы он умный ни был, ни был Он не может один решать все проблемы Потому что жизнь слишком сложная штука Для того, чтобы правильно существовать в этом мире Требуется интеллект всего человечества Сегодня человечество стало перед тремя катастрофическими свойствами угрозами Вечная проблема, нерешимая Социально-экономическое противоречие Социально-экономическое противоречие Человечество расколото на богатых и бедных Причем этот раскол продолжает увеличиваться И естественно Взаимоотношения нормальные между богатыми собственниками И разоренными нищими людьми Нормальные взаимоотношения быть не могут Они не будут нормальными Сколько ни уговаривай Это кончится противоречием, забастовками, революциями А еще к тому же Россия, например, занимает позицию Что движение революционное нельзя поддерживать Не надо поддерживать Надо поддерживать власть Во что бы ни стало поддерживать власть И поддерживая власть Держать мир в порядке Это неправильная позиция Ошибочная позиция Добром эта позиция кончиться не может Второе противоречие Экологическое Нарастающее Мы землю, природу плохо используем И экологически Земля все более ухудшается положение Воздуха, воды, земли И чем это кончится? Это кончится плохо Третье противоречие Геолого космическое Мы полностью передали геологические цунами, землетрясения, космические проблемы Передали Господу Богу Если Он и есть, то Он не в состоянии управлять этим хозяйством И геолого космические проблемы Рано или поздно кончатся плохо для человечества Потому что какой-нибудь метеор Заденет Землю посильнее И что с Землей будет, я не знаю Как бы там ни было Вот эти три проблемы Может решить ум Не одного человека И даже не одного государства А всего человечества Всего Говорят Как же так? Интеллигенции только Интеллектуалы только могут решать проблемы умные А вот рядовые люди Не будут никогда участвовать в решении глобальных проблем Это положение неправильное К сожалению, человечество ограблено рядом с несколькими государствами и некоторыми классами Ограбленная часть общества Это большинство человечества Эта часть исключена из интеллектуальной жизни Она думает прежде всего о куске хлеба О том, как выжить Человек, поставленный в такие условия О глобальных проблемах рассуждать не может И не будет рассуждать Потому что ему надо выжить Для того, чтобы человек рассуждал Он должен быть собственником Ибо человек интеллектуально развивается Лишь в рыночных отношениях Вот это Понять бы надо Но вот говорить с людьми об этом Нет, нет Как же это? На базар мы будем рассчитывать Базар будет интеллектуально воспитывать людей Да К счастью или к сожалению Я не знаю Я думаю, в основном Дело не в том К счастью или к несчастью А таков мир Мир таков Что массовый человек Массовое сознание Развивается только в рыночных отношениях Народы Исключённые из рыночных отношений Россия целый век была исключена Из рыночных отношений А и до революции-то Рыночные отношения были очень ограниченные Неправильные Государственная монополия Испокон веку Это состояние России Государственная монополия Не может развивать Ни экономику Ни умственное развитие Взаимоотношения России с другими государствами Проблема проблем Мечта России Мессианская мечта Преобразовать мир И Октябрьская революция была попытка преобразовать мир Но это была ставка на насилие Человечество метод насилия не приемлет И в конечном счёте Ставка на диктатуру пролетариата То есть на насильственным образом преобразовать мир Эта ставка крахнула И она не могла не крахнуть Единственный путь развития Это интеллектуальный прорыв Россия мечтает о преобразовании мира Но она вот сегодня По суше что продолжает традиции Советского Союза Сегодня опять попытка насилием же преобразовать мир И любые попытки Получается Я даже думаю, подозреваю Что сегодня руководство России Придерживается большевистской позиции Первая мировая война Породила Октябрь Следующая мировая война Породит ещё новую социалистическую революцию Которая станет мировой И весь мир будет коммунистическим Утопическая позиция Через войну построить благополучное общество Не получится Для того, чтобы выправить политику страны Я считаю, нужно изменить в корне федеративные отношения То есть сегодня федеративных отношений В принципе, можно сказать, нет Они порушены Что такое федеративные отношения? Федерация предполагает состав равноправных народов Включённых в общую страну На началах договорённости Компромиссов определённых Определённые функции Передаются центру Но большинство же функций Жизненные позиции всякие Жизненные проблемы Каждый народ решает сам По своему усмотрению И власть осуществляет сам И распределяет свои продукты сам И производство организует сам Только при этом условии Каждый наций может развиваться В силу своей мощи В этом отношении Вот, конечно, и в условиях Вертикальной власти Тоже некоторые народы Например, наш татарский народ Он сумел как-то Отстаивать свои позиции В какой-то мере отстаивает И на сегодня Татарстан является Одним из самых благополучных Регионов России Почему? Потому что татарский народ Трудолюбивый очень Имеет уважение к собственности К имуществу И пытается богатеть И эту проблему С трудом решает Даже в условиях Государственной монополии В условиях, когда Татарстан Татарский народ Находится по существу В оккупированном состоянии Ему не всё разрешают Ему даже не разрешают На своём алфавете Писать Запрещают ему Свой алфавет Он должен Пользоваться кириллицей Которая Татарской Речи Противоречит Портит Татарский язык Потому что Кириллица Это язык Русский Русского народа Русского языка Письменность Кириллица Она Если её Использовать В других языках А именно так Сегодня обстоит Дело То всё это Происходит На базе На базе Порчи Языка Потому что Кириллица Не охватывает Все звуки Которыми Располагает Татарский язык И так далее И тому подобное Мне представляется Что Россия Если она так Будет дальше идти То она Идёт К убытию Она пропадёт Для того Чтобы Россия Не пропала Для этого Для этого Надо Полностью Изменить Российскую Федерацию Превратить Её Из унитарной Федеративную Страну Федеративную Республику В составе Федеративной Республики Я думаю Со временем Украина Войдёт Казахстан Правда Украинский Народ На сегодня Окончательно Отошёл От России В силу Неправильной Политики Со стороны России Мне кажется Я убеждён Что Крым Нельзя было Таким образом Присоединять К России Можно было Этот вопрос Решать На мирных Началах На началах Удобоваримых И для Украинцев И для Русских А не просто Захватил И всё И присоединил Потом провёл Так сказать Всякие Голосования Мы знаем Как эти Голосования Происходят Даже я допускаю Что там Все Правильно Голосовали Все Самостоятельно Голосовали Ну Как В условиях Таких Голосовать Правильно Нельзя Правильно Голосовать Можно Только В условиях Мирной Жизни Когда Народы Когда Каждый Человек Осознанно Понимает Своё Положение В мире В этом Обществе И Изъявляет Своё Желание А не Так Под охраной Так сказать Войск И так далее И тому подобное Вот поэтому Я считаю Что Развитие Российской Федерации Предстоит В изменённом Виде Обязательно Оно состоится Рано или поздно Потому что Иначе Россия Пропадёт Как Самостоятельная Страна Она На сегодня Противостоит Всему миру Весь мир Против неё Я думаю В результате Первой Холодной Войны Пропал Советский Союз Без единого Выстрела В результате Второй Холодной Войны Пропадёт Россия Российское Государство Не выдержит Когда Эта спекуляция Ни к чему Не приведёт Потому что Вторая Холодная Война Она Ведётся Осознанно Со стороны Запада В неё Втянута Российское Государство Я бы На месте Руководства Российского Государства Всячески Мешал бы Возникновению И развитию Холодной Войны А мы Наоборот Включились В эту Холодную Войну И я думаю Мы включились На свою Беду В этой Во второй Холодной Войне Победа Западу Обеспечены Я в этом Уверен И Россия Потеряет Себя Как самостоятельное Государство Вот так Моё понимание Проблем А что касается Национальной политики Вот у нас Внутри России Национальной политики У России Как правило Её нету Её Смысл Если бы она и была Смысл в том Чтобы Астимулировать Все малые народы Включая Татар И Эту политику Они Гнут И ведут И добиваются Определённых успехов Потому что Процесс Астимиляции Идёт Идёт он Процесс Астимиляции Хотя Татары Конечно Сопротивляются Семи фибрами Своей души И в какой-то мере Удаётся Более-менее Образованной части Татарского народа Не поддаваться И Не поддаваться Тем Которые Сумели Обеспечить Своё благополучие Вообще Путь Самостоятельного Развития У каждого народа Один Через превращение Себя В средний Класс Через превращение Себя В народ Собственников То есть Когда Люди Почувствуют Себя Независимыми Материально Тогда Они ведут Себя Совершенно По-другому И его За пол-литра Не купишь Или за Килограмм Сахара Или гречки Будь голосовать За кого угодно В этом нельзя Обвинять Несчастных Людей Нижих Полу-нижих Людей Нельзя Обвинять Вот мол Продаются За бутылку А что ему Остаётся Он знает Что ему Всё равно Не быть Никогда Хозяином Поэтому Наша Политика Должна быть Направлена На то Чтобы каждый Татарин Был Собственником Каждый Татарин Чтобы Имел Имущество И Имея Имущество Мог Позволить Себе Развивать Свою Культуру Сам За него Никто Ничего Развивать Не будет В условиях России На это Рассчитывать Нельзя Собственное Развитие Собственное Проживание Бытие Обеспечивается Самим Собой И Никем Больше Вот Ну а что Вы скажете О проблемах Татар В Москве Татар Проблемы Татар В Москве Я думаю Большинство Такие мероприятия У Татар Москвы Проблема Национально-культурной Автономии Стала Нерешимой Потому что Образовалась Кучка Военных Военные Элиты Полковники Генералы Которые Думают Что они Элиты Нации Национально-культурную Автономию Считают Своей Организацией Только Им Принадлежащей Организацией А не Массовой Вот Такое Непонимание Сути Автономии Автономия Призвана Объединять Физических Лиц Всех Буквально Всех Которые Себя Считают Татарами Этого Объединения Не получилось И никто Этим Вплотную Не занимается И так Получилось Что Автономии Настоящей До сих пор Так и нету Нету АТ-автономии Нету Руководства Автономии И К сожалению Самая Может быть Передавая Развитая Нация Из Малочисленных Народов Москве Не имеет Действующей Национальной Культурной Автономии В условиях В условиях России Она Конечно Фикция Это Нет Настоящей Автономии Это Так Настоящей Автономии Нету И быть Не может В условиях России Я бы Мыслил Объединение Национальной Культурной Автономии Татар А их Ведь Много Потому что Нет Области Почти В России В которой бы Татары Не жили Массами Не единицами А массами И вот Казань Должна Была бы Проявить Инициативу Чтобы Объединить Их Всех Во Всероссийскую Автономию Настоящую Автономию И войти В контакт Соединить Их Государственным Советом Эти Автономии Чтобы Они Периодически Заседали И решали Проблемы Нации В Общероссийском Масштабе И даже В какой-то Мере В общем Мировом Масштабе Потому что Во всем Мире Кроме России Тоже Есть Татары И тоже Живут Массами А не Единицами Таким Образом Можно было бы Как-то Стремиться И в какой-то Мере Сохранить Нацию Другого Пути Сохранения Нации Я не Вижу Тем более Что Казань Могла Помочь В Организации Этих Автономий И не вовред Тебе Наоборот В пользу Организуя С ними Рыночные Отношения Чтобы Мобилизовать Автономии Допустим Свердловской Области Любой Там Сибирской Какой-нибудь Области Любой Области В которой Есть Татары Чтобы Они В рыночном Отношении Были Вместе С Татарстаном В рыночных Отношениях Организовать Настоящие Рыночные Отношения Между Автономиями Семьи И плюс Татарстан Можно это Организовать Можно Причем Можно было бы И на Кооперативных Началах Проблемы Кооперации Продвигать Трудные Это очень Трудные Задачи Но Татар Можно было бы Объединять Особенно Маломощных Кооперативы Чтобы они Могли Представлять Себя В рынке Силой Материальной Силой А не Единичные Силы Которые Очень Слабые Можно было бы И эту работу Провести Но ведь Этим Всем Надо Заниматься А Заниматься Не хотят На Блюдечке С голубой Каемкой Татарская Нация Развиваться Не может Татарская Нация Может Развиваться Если Ею Будут Заниматься Умные Люди Причем Заниматься Под Определенным Углом Зрения Этот Угл Зрения Рыночные Отношения Усиливать Рыночные Отношения Через Связь Отдельных Татарских Групп С Татарстаном Нация Формируется Через Рыночные Отношения Когда Рыночных Отношений Нет На Савантуях Взаимоотношения Народов Не строится А Всемирный Конгресс Татар По-моему Понимает Свою задачу Только так Вот Савантуя Организуем И мы Связаны Уже Друг с Другом Нет Это Связь Эфемерная Настоящая Связь Может быть Только в Рыночных Отношениях Которые И надо Развивать Они Возможны Они Обязательно Должны Быть Мы Поняли С крахом Советской Системы Власти Что только Рыночные Отношения Могут Дать людям Возможность Жить Нет Другого Способа Жития Не Было В Человечестве Никогда И Нет И Не Будет Надо Понимать Что Человек И Собственность Это Нечто Нераздельное Нераздельное Человек Вынужденно Создал Собственность И Он Татарин Например Он Любит Собственность Он Обязательно Развивает Собственность Максимально Он Очень Бережно Относится К Собственности Не Пьет Не Курит Настоящий Татарин Ведет Себя Во всех Отношениях Нравственно И Развивает И Мужчинные Отношения Развивает Богатство Татарин Любит Богатеть Вот Это Надо Понять И Кто Этого Не Понимает Тому Разъяснить Что У тебя Друг Мой Другого Пути К независимости Нету Нет Ты Всегда Будешь Зависимый Если Ты Не Будешь Богатеть Всю Жизнь Страдаю Из-за Того Что Кроме Правды Ничего Не Говорю Но Мне Кто Нибудь За Это Сказал Спасибо Вот Я Несколько Был Удивлен Даже На Встрече С Татарами Я Думал Что Меня Никто Не Знает Оказывается Знают Читают И уважают Да и уважают А я Я же Одиночка Я Ни В каких Группах Не стою Я вообще Плюю На всякие Объединения Которые Неумные Я Стараюсь Уходить В сторону Я И поэтому От партийной Работы Ушел Я Видел Как Там Группируются Для Того Чтобы Кого Продвинуть Во Власть Высшую Продвинуть Затем Продвинуть 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 Продолжение следует...